Были случаи, когда люди друг друга ели, случалось такое? Да. Дочкой съела мать. Мать. Люди ее осуждали или посетили? А кому обсуждать? Все голодные, холодные были. Никто не обсуждал никого. Она через месяц, через два сама умерла. Цена была колоссальная, цена была разрушительная, и цена была неимоверно высокой, чтобы получить статус этой сверхдержавы. Этот презентационный альбом «Советский Нарым» был издан в единственном экземпляре сотрудниками НКВД. С помощью схемы-диаграмм от ретушированных и раскрашенных фотографий здесь показано, как осваивали Нарымский край. Территорию, равную по площади Греции, но находящуюся среди самых больших в мире Васюганских болот. В центре Нарымского мироздания комендатура. Вокруг освоенный контингент. За пять лет население Нарымского округа выросло почти в три раза. Мама говорит, их привезли на барже. Очень много людей, она только сказала, что очень много. Высадили на пустынном берегу. Берег, ничего там нету, тайга непроходимая. Вот такая тайга, говорит, что даже небо не видать. Мама говорит, несколько шагов даже боялись отойти, такая была тайга. Когда их высадили, и пароход этот дал гудок, женщины завыли, мужчины тоже закричали. Сотни голосов. Говорит, даже волосы дыбом поднимались. Стали строить землянки. Я еще помню те землянки хорошо. Вот землянка была, вот видите, недина. Вот здесь вот землянка была. Три стороны копали, отсюда вход был, и все. В рост человека, и все. Товарищ, никакой санитарии не было, естественно. Пекли хлеб, это было только название хлеба. А на самом деле там было и отруби, и лебеду добавляли, и картошку, в общем, все, что страшное делать. Мне приходилось, когда кушать этот хлеб. Это только название хлеба, и его не каждая, как говорится, свинья бы стала есть. Все время есть хотелось. Вот только, только вот пойдешь, где-то травку сошепнешь, съешь, и все. Вот я уже и говорить-то не могу, сын-то мой милый. Мама мне несколько раз рассказывала. Женщина, говорит, много детей было. Она, говорит, сама вот вся скелет ходила. А ребенок, говорит, сидит весь отекший, ноги распухшие, живот большущий. И водянка уже началась. И он, говорит, сидит, качается, и одно и то же слово повторяет. И есть, ничего больше, и есть, и есть, и есть. И это продолжалось, наверное, долго. И она потом, говорит, взяла скалку, как его дала, и все, и убила. Мама, говорит, тут прямо на наших глазах взяла и убила. Вы можете понять, что надо было сделать с людьми, чтобы довести их до такого состояния? Ну, это какой-то абсурд, я не знаю. Бывают такие времена, когда по-другому нельзя поступать. Но сказать, что там все было неправильно, все было не так, я так не могу. И согласиться с этим тоже не могу. Алексей Сидихин почти 20 лет руководит Верхнекецким районом. В 30-е годы прошлого века территория района входила в состав Нарымского округа. Когда идет вот такого масштаба работа в создании мощного супергосударства СССР, вполне допускались, и в то время мы об этом говорили и писали, допускались где-то, наверное, как мы сейчас говорим, перегибы. Это война памяти одной против памяти другой. И кто победит? А здесь не будет победителей, здесь проиграют в обе стороны. Сергей Красильников – профессор, доктор исторических наук. Родился в семье спецпереселенцев на Рымском крае. Нужно, чтобы еще хотя бы два поколения молодежи вышло из этой информационной войны. Это будет означать, что мы перестали воевать друг с другом, мы стали нормальной стороной. А не та, которая грезит и болеет фантомными болями, о том, что мы были великими. Мы должны переболеть этой фантомной болезнью величия нашей страны. Это бойцы поискового отряда «Патриот». Вот уже 15 лет отряд занимается поиском и перезахоронением солдат Великой Отечественной войны. Впервые в своей истории отряд в полном составе едет не на места боев, а в глубокий тыл – Верхнекецкий район в поселок Палочка. В прошлом году на меня вышли женщины. Их называют странными женщинами, что им не имется там, занимайтесь своими делами, садите картошку, выкапывайте, как обычно все. Но им не имется. Они занимаются увековечением памяти репрессированных людей, которые когда-то были сосланы в это село. В прошлом году наши ребята с нашего отряда ездили на разведку и нашли захоронение там репрессированных бойцов. Я пробил щупом, еще там останки бьют на 40-50 сантиметрах. Но вскапывать это ни в коем случае. Мы не стали делать, потому что там администрация, там у них что-то происходит. Мы написали в прошлом году письмо главе Верхнекецкого района Сидихину, а там он уже пусть сам принимает решение. Конечно, там есть разные мнения, что там в советский период, что это враги народа какие-то были там, что их посылали там и так далее. Но знаете, когда я нахожу череп ребенка, и когда может эта берцовая кость матери и 40 сантиметров, и топчется по этому черепу ребенка, то какие здесь могут быть вопросы? Старшая сестра, ее посадили и трое суток держали, потом выпустили. За то, что отказалась копать могилу? А у нее силы не было копать. Сил нет копать могилу. Оставляли утром, все-таки отдохнули. Вначале закопают. Глубоко никто не копал. Зверье-то лазило по земле и вытаскивали. Живности-то ведь было много. И поэтому черепа-то и растащили. Медведи на кладбище вестой приходили, людей ели. Я думаю, что несправедливо будет по отношению к этим репрессированным погибшим людям. По Великой Отечественной войне мы бойцов ищем и устанавливаем их имена и увековечиванием памяти. А буквально их же семьи, их же ровесники попадали под репрессии. То есть я считаю, что их нужно ставить в один ряд всех. Это очень важно уже для нашего совместного будущего всей страны. Вот он и лежит. Вот он и лежит. Это территория, это все массовое захоронение. Куда складывали тела умерших, а впоследствии просто их вот прикопали. Это... Ой, господи. Я не знаю, это страшно. Это страшная вещь. Это все, это дети, что все это заросло. Должен памятник ставить. Они должны сосны расти. Странные женщины, которые вместо того, чтобы копать картошку, ищут могилы – это жительницы поселка Палочка Ирина Янченко и Гульнара Корягина. Несколько лет назад они начали собирать информацию о тех, кто похоронен на местном кладбище. То, что они узнали, выходило за пределы здравого смысла. Старожилы рассказывали о братских могилах и о целом поле костей, где останки выходят прямо на поверхность. Здесь что-то массовое вообще. Уже наш начальник. Прямо наверху. Уже наш начальник. Не, ну почему ребенок? И какова глубина захоронения? Тьфи! Десять сантиметров. Где-то вот так. Десять сантиметров. Ну-ка. Есть ощущение ужаса, потому что мы обычно привыкли такие вещи видеть только в боевых регионах. В центральной части России, допустим, это можно объяснить, по крайней мере, почему это так. Война была. А здесь не было никаких боевых действий, было ничего. Вообще ничего. А последствия, как после войны. И это у нас дома, по-другому, да. Как они жили, как они выживали, я вообще не пойму. Там понятно, солдат исполнял свой воинский долг, он шел в атаку, он погиб за нашу советскую родину. Это мужчина в большинстве случаев, и он понимал, на что он идет. Здесь же вообще непонятно. То есть людей выслали, выживайте как хотите. И вот они выживали как могли. Ладно на фронте такое увидеть. Ведь это понятно, что похоронные бригады шли, и много времени не было на то, чтобы захоронить бойцов. Их просто складывали, ну и потом закапывали. А как ты думаешь, почему это здесь произошло в те годы? Честно, вот, если слишком о многом вот этом вот думать, слишком многое ворошить, вспоминать, мне кажется, что я не успею свою жизнь нормально прожить. Да и нервных клеток, чтобы по поводу этого задумываться, наверное, не хватит, потому что в жизни и так полно других забот. Даже не знаю, вот, какая моя точка зрения по поводу этого. Все будем делать. Чтобы понять, что же произошло в палочке, женщины работали с архивными документами. Тогда-то они и наткнулись на справку. В 1932 году сотрудники НКВД проводили ревизию освоенного контингента. Проверяли, сколько людей осталось в поселках через полтора года после высылки. Представьте себе, здесь в мае-июне 1931 года пришла баржа 7800. Выгрузили, это больше, чем Белый Яр. И через полтора года здесь осталось 700 человек. Там не было упорядоченного учета. До 1932 года там был полный хаос. С этим нужно разбираться, понимаете? И нужно очень осторожно оперировать этими цифрами. Год назад на свой страх и риск Ирина и Гульнара пригласили поисковиков. Им надо было однозначно убедиться, что вокруг поселка находятся массовые захоронения. Тогда-то они и настроили против себя как местные власти, так и часть односельчан. У нас есть такие товарищи, которые очень хотят, чтобы вот именно репрессированных очень много казнил товарищ Сталин якобы. Что слишком много миллионов людей, ни за что. Надо было объединять крестьян, надо было, чтобы все работали в одном месте. Это же не просто так. Не дураки же это все делали. Конечно, потом просто палочку перегнули маленечко и все. Это не Сталин. Сейчас вы скажете, что Сталин, что... Нет, это местные все делали. Почему 70% вот за этого, за Усатого, за Сталина, скажут, меня посадят, но зато гады и начальника расстреляют. У нас такая сущность человеческая наша. Мнения в этом отношении нужны для этой памятники, ну, очень разнятся. Общее мнение, мнение большинства пока не шевелит. То есть я считаю, что, наверное, либо время это еще не пришло, либо оно никогда не придет. Складывается такое впечатление, что внутри поселка существует какой-то раскол. Да, это верно. До сих пор у людей страх, а вдруг изменится что-то и вспомнят. Ну и что? Но это неискоренимо. Главное не в том, что кто был против нас. Главное, чтобы были люди, которые были за нас. Которые говорили, нам так хочется, чтобы был этот музей, чтобы память эта была. И помогали. Помогали. И была помощь. Неожиданно для всех Ирина и Гульнара выиграли президентский грант. До этого в Верхнекецком районе таких грантов никто не выигрывал. Частная инициатива двух женщин вдруг получила официальную поддержку. Как к этому относиться в районе еще не знают. Но поисковиков на этот раз встречали уже не так, как это было год назад. Рада приветствовать вас сегодня на нашей Павловичкинской земле, которая богата своей историей. Я считаю, что приоритетным направлением воспитания молодежи подрастающего поколения все-таки должно быть воспитание чувства патриотизма и любви к нашей Родине. Вы думаете, что-то сейчас изменилось? Ничего не изменилось. Ничего совершенно не изменилось. Был круглый стол, где говорили, что все рады. Это картинка на публику. Не думаю, что у меня за короткий промежуток времени сменилось мнение. Я не знаю, кто там лежит. Я не знаю, по какой статье. Но я совершенно уверен, что любое государство не может вот так вот просто взять с улицы человека и отправить куда-то... Невинного человека. Невинного, да. Есть что-то. 60 суток лет. Братские могилы вокруг Павловички безымянные. Еще год назад казалось нереальным установить судьбы людей, которые похоронены здесь. Сейчас Ирина и Гульнара учатся работать с архивными документами. Несколько десятков имен удалось найти в книгах регистрации захоронений и в архивах детских домов. Умер годовалый ребеночек. Он же не мог один попасть к нам в поселок. Значит, он был с родителями. Если были родители, значит, были дети несовершеннолетние и другие. Мы опирались на несовершеннолетних детей. Но все это были отрывочные сведения. Прорыв в расследовании трагедии Павловички произошел совершенно неожиданно. Чисто случайно позвонили в БИСК, спросили, есть у вас что-нибудь. Нам отвечают, ну, какая-то там папочка есть. Ну, мы рискнули поехать. Приезжаем, они нам выносят две коробки с вот этими папками. И там полностью по всем сельским советам составы семьи. В БИСКИХ папках были списки пораженных в правах. То есть людей, которых за различные уголовные или административные правонарушения лишали избирательного права. Здесь перечислены только главы семейств. Но в списки лишенцев автоматически попадали все взрослые члены семьи. Детям этот статус зачастую доставался по наследству. Есть в этих списках преступники, бывшие колчаковцы, священнослужители. Но больше всего тех, кого мы сегодня называем предпринимателями. Накануне Большого террора государство несколько раз поднимало налоговые ставки. Те, кто был не в состоянии выплачивать налоги, тоже попадали в списки лишенцев. Советская экономика 20-х годов, она оказалась зажата сама в себе, потому что после прихода к власти большевики оказались в экономической изоляции. И выход был, в сущности говоря, только один. Искать внутренние источники, увеличивая налоги. Кое-как выплачивали. Выплатят налог, опять несут. Выплатят, опять. Мой дедушка и его братья, они завели мельницу, которая проработала до конца 20-х годов. А дальше практически вся прибыль изымалась за счет налогов. Родители моей мамы семью создали, будучи уже он вдовцом и она вдовой. У каждого были дети. И получилась огромная семья. Одна семья, 15 человек. Жили на хуторе. Все было свое. Пасека, сеялки, веялки. Мини-колхоз. Уже существовал государственный заказ на даровую рабочую силу, которые формировали крупные ведомства. Угольные, металлургические, лесная промышленность и так далее. И они давали заявки. Нам нужно вот столько-то спецпереселенцев для того, чтобы направить их туда-то, туда-то и туда-то. Не нужно было ничего изобретать. В сельсоветах лежали списки лишенных избирательных прав. И они просто брали списочный состав. Была контрольная цифра на высылку. Тогда чего, говорят, доходило? Соревновались председатели сельсовета, кто в своей деревне найдет больше врагов народа. Вот у меня на Пандерго 20, а у меня 25. Потому что там сказал только, подумал. А на местах уже рад стараться. Почему раскулачивание было? Все выхвалялись больше врагов народа найти. Все так? А сейчас не так? Так. Расследование трагедии в Палочке уводит за тысячу километров от Нарымского округа в Алтайский край. Удалось установить название более трех десятков деревень, расположенных вокруг города Бийска. Из этих поселков и были высланы крестьяне в Палочку. Луговское – один из них. Любовь Шибалина – директор местного сельского музея. Параллельно с женщинами из Палочки она пыталась установить судьбу своих сосланных односельчан. 500 человек из нашего села, взрослых и детей, были отправлены в Нарым. Теперь уже знаем, что это было село Палочка, Колпашевского района, на берегу реки Анги. Здесь у них забрали дома, отобрали имущество. И колхозы стали развиваться, и люди стали жить в этих домах. В жизни в этой села продолжилось так, как будто этих 500 человек не было. Перед высылкой у крестьян изымали имущество. Изъятие проводили местные активисты. И проходила эта экспроприация по-разному. Где-то крестьянам давали возможность взять с собой все самое необходимое. Где-то отбирали последнее. Этапу в Палочку, похоже, не повезло. Надела бабушка моя несколько на себя юбок, кофтов, чтобы на ней что-то было. А так все забрали. Даже, говорят, тюречки не так. Все забрали. Большая сковородка была семейная. Ее даже и ту отобрали. Это извечная ненависть бедных богатым. Зависть такая черная. Это человеческий фактор. Деревня, саморегулируя, могла любые проблемы решать, в том числе вот эти антагонизмы. Дело-то в том, что еще с дореволюционного периода существовал принцип, когда зажиточная часть деревни стремилась на что-то вроде заниматься благотворительностью. Когда появилась советская власть с ее приоритетом, ставкой на сельский актив, бедноту и так далее, то они получили, в сущности говоря, горючий материал, поднесли спичку и пошло и поехало. Любовь Шибалина собирает в Луговском средства на памятник односельчанам, оказавшимся в ссылке. Хожу по дворам одна и собираю. И обращаюсь еще и к другим жителям, которые тоже жертвуют деньги. Вы у всех находите понимание? Я обращаюсь к тем, кто меня поймет и денег даст на этот памятник. Ну, у меня даже была такая скандальная ситуация с одной из жительниц нашего села, которая сказала, ну что ты привязалась к этим репрессиям? Как я тебя не услышу, ты только и говоришь об этих репрессированных. Занимайся историей села. Умирали очень тяжело. Из 15 человек сколько погибли? 12. 12. Осталась моя мама с братиком и ее мама, то есть моя бабушка. И вот они сбежать, значит, решили. Сколько уж они там шли? Моя бабушка, мама моей мамы умерла. И вот два ребенка, моя мама 12 лет, ее братишка 8 лет, остались в тайге одни. И две ночи, две ночи они лежали по обе стороны своей мертвой матери в обнимку с ней. Чудо какое-то, чудо, что они смогли по каким-то там звериным тропкам как-то выйти к воде, к реке. Такого я даже не могла представить. И все благодаря вам, от всей души, от всего сердца. Вполне возможно, что где-то мог попасть человек. Нелинный. Мог попасть, наверное, вполне возможно, не исключая такой возможности. Но в основном, конечно, по условиям того времени, все-таки люди, которые в чем-то шли не в ногу с обществом. Но ведь там же были дети. Ответ на этот вопрос я для себя еще не получил. Что нужно, чтобы получить этот ответ? Нет, я не стремлюсь. Для меня есть на сегодняшний день, как я считаю, я на своем месте живу, более важные вопросы, чем ворошить прошлое. Вот для меня. Мне нужно, наоборот, готовить почву, фундамент для будущего и для настоящего нормального. Часть нашей ответственности вижу в том, что мы действительно занимаем крайние и непримиримые позиции по отношению к сталинизму, как явлению. И мы не можем изменить этой позиции. Вот эти информационные войны и войны памяти, они с одной стороны ожесточают, а с другой стороны пропитывают неприязнью. А примирения на этой почве, по-моему, не может быть. И это часть истории. Просто нельзя истории бесконечно только гордиться одними победами. Людям нужно открывать глаза на некоторую правду. Конча! Может ли нас эта страница истории чему-то научить? Да. Потому что нужно уметь договариваться между собой, не вне зависимости от того, что это просто люди, это власть или там люди и власть одновременно. Должен быть диалог конкретный. Договориться можно о чем угодно в жизни, в принципе. И думаю, что если был бы какой-то диалог, то, возможно, было бы все по-другому. Нельзя предавать соседа, нельзя быть таким низким, что на кого-то капать, жаловаться и обрекать своего соседа, собственно говоря, односельчанина на смерть. Если бы люди жалели друг друга, может, меньше было бы этих сосланных. О, легко пошло. Фух. Братские обычно так и проседают. За время вахты были обнаружены и нанесены на карту более десятка братских могил и участок с верховыми останками. Вопрос о перезахоронении не стоит. Нет разрешения от местных властей. В последний день вахты на кладбище провели субботник. На кладбище убирались. Большинство людей пришли добровольно. Жители села Палочка с бензопилами, топорами, с мачетами. Убирали старые кладбища. Кто бы мог подумать. Год назад это было сложно представить. Даже, казалось бы, не ожидал, что этот человек придет. Но они пришли, они помогли. Что вызывает удивление и благодарность огромнейшую. Чтобы люди все-таки, пусть вот так, но нас поддерживают. Такая помощь, даже самая малая. Это дорогого стоит. Простите нас все усопшие здесь. Простите нас за все, за все. Ребята, плачки и все. Ребята, плачки и все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова